Всем-всем большой привет! Переходим ко второй серии моих запасов обновленной коллекции. Сейчас я покажу те продукты, за которые я не переживаю совершенно, потому что точно их смогу истратить. У меня их достаточное количество, хотя они более-менее разумные. Давайте покажу пены для ванн и соли, а потом скрабы для тела. Пены для ванн у меня всего 4 штуки. Первая, все они, кстати, от Эйвон. Первая сочная манго, очень приятный аромат. Пахнет прямо манго-манго такой, причем манго лимонадным каким-то. Второй жасминный белый чай, тут уже спокойный цветочный такой аромат. И третий аромат, который покорил моего ребенка, это баблгам. Очень вкусно пахнет, прямо жвачкой. И еще одна малышка четвертая, сладкая ваниль. Когда лимитированные версии выходят в форме снеговичков или вот этих вот шариков, мы всегда покупаем, нам присылали даже. И такие пены у нас уходят одни из первых. Вот малышка осталась одна. Сейчас в пятнадцатом каталоге по фокусу в Эйвон будут идти еще одни лимитки. И мы их тоже закажем, потому что пены у нас ребенок использует в зиму всегда, принимает ванны. Они у нас, может быть, чуть-чуть копятся за лето, потому что летом мы только душ. А вот зимой сейчас все это в ход пойдет. И соли. Соли для ванны у меня тоже скопились немножко, но они также уйдут прекрасно зимой. Летом мы не пользовались ими, потому что летом принимать в жару ванну очень тяжело. Одна от Эколаб. Это все подарок. От Виши. Вот такая соль для ванн минеральная. Они все разного цвета. Если то видно цвет, то вторая вот такая там голубая. Красивая. Дальше у меня две соли есть, обе начатые, с ромашкой. Это идет соль даже с пеной. И вторая с ромашкой. Вот такая соль для ванн. Без консервантов, без всего. И эта соль очень мелкая, такая приятная, приятная, как порошочек. Дальше. Из наборов, где в наборах бывают шарики бурлящие, были вот такие две бутылочки. Это тоже был подарок. Такая очень красивая коробка была. В одной бутылочке соль, в другой вот такой вот, не знаю, я называю это бисером. Но это вот такие вот вещи. Берегла, хранила, но сейчас в зиму все это пойдет. Соль, кстати, можно 50 или 100 грамм за раз ложить. А вот это будет очень экономно. И там, по-моему, две столовые ложки достаточно на ванну. Но я чуть больше буду ложить, чтобы аромат чувствовался. Также еще от Кафе Красоты, тоже из набора. Вот такой пакетик, это все быстро уйдет. И от Skin Juice, вот такой был набор. Крем для рук, мыло было в форме цветочков. Это подарок был такой. И небольшой вот такой вот пакетик соли для ванн. Вот он, чисто белая. Тоже у меня здесь. Мыло у меня в коллекции. Крем для рук у меня в этом месяце ушел в пустые баночки. А вот соль используем очень скоро тоже. Все, с солью мы тоже разобрались. И давайте скрабы. Покажу скрабы, которые у меня есть. В тубах у меня всего два. Все девчонки знают, что я очень люблю круглые банки. И поэтому у меня дарят чаще именно мои любимые круглые банки. От Naturals, от Avon, шоколадное удовольствие. Скраб для тела. Но я его больше считаю как крем для тела с небольшими вкраплениями. Он прям, ну совсем щадящий. Больше такой аромы удовольствия получаешь. И когда его смываешь, то вот эта кремовая текстура, она увлажняет кожу. От черного жемчуга. Ну это уже конкретный такой хороший скраб. Когда действительно тонус после него, он такой хороший. То есть если такой антицеллюлитный эффект нужен, то вам вот этот скраб в помощь. Дальше пошли по круглым банкам. От Faberlic вижу одну вроде бы баночку. Я штрудель с мороженым. Я ее брала, когда она была новинкой. Тоже кремовая такая текстура и небольшие вкрапления. Но пока не открывала, не пользовалась. Так, у меня есть два скраба от Эко-лаборатории. Первый детокс. Без СЛС парабенов. Гречичный мед. Экстракт базилика. И кумквата. Вроде бы так. Плохо вижу. Вот у этого аромат, конечно, очень специфический. Но по действию он хороший. У меня было две банки. Одну я истратила. Ну, вот этот еще и есть. Он такой, вы знаете, пахнет прокисшим хлебом. Размоченным прокисшим хлебом. Вот такой вот аромат у него необычный. Но по действию он неплох. И второй от Эко-лаборатории. Антицеллюлитный уже скраб для тела. И сюда входит имбирь. Чего? Готта кола, что ли? Сейчас я вам покажу. У меня просто реально зрение плохое. Но вот отсюда вижу Готта кола. Вот такой вот. Ну, тут уже поприятнее аромат. Но все равно он такой имеет небольшой специфический привкус. Если можно так сказать. Шикарный. Просто шикарный подарок ко мне из Израиля. Приехал от Лерочки. Это скраб с морской солью. Наверное, даже масляно-сливой скраб для тела киви. И с ароматом киви. Вот такой вот он классный. Пока берегу. Жалко. Пока жалко. Еще один скраб для тела. Сибирские кедровые орехи. Органическое масло малины. Вот так вот он выглядит. Это планета органика. Он так вкусно пахнет. Вот такой вот он. Очень вкусно пахнет. Я его пока только открываю. Нюхаю и прячу. Дальше. Очень красивый скраб. Из Тюмени ко мне приехал. Имбирь и апельсин аромат. Он такой гелевый. Красивый, позитивный, солнечный. Пока открывать не буду. Тоже пока только любуюсь. Также от Оленьки из Тюмени. Вот такие два близнеца. Ко мне приехали. Очень в красивых банках. Оля знает, что я обожаю красивую упаковку. Круглую. И вот такая красотенька мне приехала. Также. Красивый, круглый тоже банки. Скраб. Я заказывала его с крымского сайта. Это натуральный скраб. Активная смесь эфирных масел и морская соль. Вы знаете, этот скраб меня впечатлил тем, что, во-первых, он сухой. Влажный. Не мокрые, а влажные руки. Прямо вот хорошо их встряхиваете. Вот так дотрагиваетесь. И сколько прилипло. Этого количества достаточно, чтобы хорошенько отскрабировать тело. Я когда показывала, это вот то, что я истратила за один раз. То есть вообще он не убавляется. Представляете, он такой экономный. Пахнет приятно. Пахнет не апельсином, а больше имбирем. Вот чем-то таким. Но приятный. Он очень экономный. Надолго хватит. Еще один скраб ко мне приехал в коробочке красоты Нью Бьюти Бокс. Его нужно истратить как можно быстрее, потому что он, кажется, натуральный. Лабораториум. Я не помню, кажется, я видела где-то, что у него короткий срок годности. Ну, в общем, его надо как можно быстрее. Он вот такой сахарный. Может быть, я путаю? Очень вкусно пахнет. Он так вкусно пахнет. Ваниль и цитрус. Вот так вот и пахнет. Прям вот апельсин в ваниле как будто. Так, следующий скраб у меня от Organic Shop. Вот такой пилинг для тела. Просто позитивный цвет. Это вообще, вы смотрите, какая красотень. Экстракт папайи, тростниковый сахар. Ну, пахнет он, конечно, бесподобно папайи. Просто супер. Дальше. Уже более мелкие баночки пошли. Это тоже боди-скраб. Из Израиля от Лерочки ко мне приехал тоже. Вот такая у них классная с эмблемкой фирма. Это сахарный, кажется, скраб. И он с маслом тоже масляный. Сейчас вам покажу, как тут смотрится. Вот, видите, даже это масло, оно там видно, как булькает. Его надо будет перемешать как следует, когда открою вот эту фольгу. И пользоваться. Приятно пахнет даже через упаковку. У меня есть два скраба. Один приезжал ко мне в подарок, а второй приезжал в коробочке красоты. Тоже от Эко-лаборатория. Вот такие вот сахарные скрабы. Ой, сахарные. Кофейные скрабы. Они по своей текстуре похожи вот на этот, который я вам сейчас крымский открывала. Они сухие. И поэтому очень экономные. В упаковке 40 грамм всего. Тут немного. Но хватит на раза 4 точно. То есть очень экономные вот такие сыпучие. Так что, если кому интересно, не пугайтесь, что кажется мало. На самом деле, использовать будете намного дольше, чем вот нежели вот такие кремовые или гелевые скрабы от Бьюти Кафе от Фаберлик. Тут первый кофе. И кофе с апельсином. То есть чисто кофейный аромат. Это и кофе с апельсином. Скоро буду им пользоваться тоже. Пока храню. Но они хранятся очень хорошо. Особенно сухие. У них вообще ничего не будет. Из малыша. Катаргани Китчен. Очищающий скраб для тела. Он такой красивый розовый. Я его покупала сама. Не могла пройти мимо вот такой красоты розовый. И он очень вкусно-вкусно пахнет. Букет пионов. Органическое розовое масло. Пахнет вкусно-вкусно пионом. С таким сладким, приятным, цветочным ароматом. Дальше. У меня есть 4 скраба от Фитокосметики. Сейчас я вам их по одному покажу. Ореховый скраб для тела. Жиросжигающий. Вот такой. Второй скраб омолаживающий. Травяной. Какие-то покупала я сама. Какие-то мне присылались в подарок. Он такой, знаете, вот. Неохота открывать. Но прямо вот видно там эффект травы. Такая примесь. Лифтинг эффект кофейный. Омолаживающий. Но цвет тоже видно. Такой кофейный. И последний. Очень вкусно пахнущий. Интенсивный уход. Виноградно-сахарный. Для упругости. Он уже такой гелевый. И пахнет очень вкусно виноградиком. Вот. Вот все мои запасы. И скрабов. Пен. И соли для ванны. Мне кажется, это более-менее разумно. Все истрачу. Сроки хорошие. У всех продуктов. Ну и соль вообще, чтобы соль испортилась, это нужно еще очень постараться. Поэтому это у меня в хороших количествах. Это меня радует. И я очень-очень довольна своим запасами. С удовольствием перебираю. И каждый месяц достаю новые баночки. И пользуемся. Спасибо огромное за внимание. Вторая серия подошла к концу. Встретимся в третий. Там уже будет, конечно, нереальное количество. Но, надеюсь, стойкие выдержат до конца. А те, кому это интересно, конечно, с удовольствием проведут со мной время. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok